Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Оперативно оказать поддержку всем нуждающимся. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как в области будут реализовывать меры, предложенные президентом Владимиром Путиным. Отнеслись с пониманием, в Самаре не будут взымать пенни за просроченные платежи по коммунальным услугам. И утки теперь без страха летят высоко. В Самарской области отменили весенний сезон охоты. Правительство Самарской области немедленно приступит к реализации мер, предложенных президентом страны. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал обращение Владимира Путина, которое прозвучало во время видеоконференции главы государства с руководителями регионов. Дмитрий Азаров отметил, что на протяжении многих лет президент проводит в жизнь последовательную линию поддержки семьи с детьми. И в это сложное время не отступил от своих принципов. Напомним, Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям, имеющим право на материнский капитал по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Такие выплаты гарантированно пройдут уже в апреле, мае, июне. На месяц раньше начинаются выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Кроме того, еще 1 марта президент принял решение для всех семей, где есть родители, которые потеряли работу, выплачивать дополнительное пособие по 3000 на каждого ребенка и по верхней планке платить пособие по безработице, то есть 12100 рублей. Таким образом, если все меры сложить, то сумма на семью из трех человек получается близкой к средней зарплате по многим регионам России. Это очень серьезная поддержка, которая очень поможет российским семьям в этот период. Правительство Самарской области немедленно приступает к реализации этих мер, не сокращая тех мер поддержки, которые действуют в нашем регионе. Конечно, крайне важно и те дополнительные меры, которые озвучил президент по поддержке бизнеса. Такие меры уже утверждены постановлением в Самарской области. Наши предложения мы также направили в правительство Российской Федерации. Рассчитываем, что в ближайшие дни пройдет очень серьезное обсуждение с регионами этих дополнительных мер, и мы примем оптимальное решение, которое позволит защитить бизнес, сохранить экономику нашей страны. Сегодня в Самарской области 479 человек сняли с меднаблюдения из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению инфекции. За минувшие сутки специалисты провели 924 исследования. Сомнительных тестов 8, пояснили в оберштабе. В Самарской области число заболевших с начала пандемии остается прежним – 18. При этом из больницы уже выписали 11 человек, в том числе двух детей. Режим самоизоляции в Самарской области продолжает действовать. Из дома можно выходить только в экстренных случаях. За сутки в регионе зафиксировали 38 нарушений режима самоизоляции. Самоизоляция вне домашних стен. Обсерватор в Дубках полностью готов принять постояльцев. Там смогут разместить более 200 человек. Медики из Первой городской больницы, а также студенты пятых курсов СамГМУ уже приступили к дежурствам в круглосуточном режиме. У всех постояльцев обсерватора медики будут два раза в день проверять самочувствие. В каких условиях будут находиться самоизолированные, расскажет Елена Малютина. Вот в такой палате семья самоизолированных из четырех человек может находиться до 14 дней. Здесь есть все необходимое. Чашки, ложки, вилки, чайник, холодильник, шкаф и даже полотенца. Ну и, конечно же, телевизор, чтобы всегда быть в курсе последних новостей. Пока в просторных светлых комнатах пустынно, но в любой момент здесь могут появиться первые постояльцы. На добровольной основе в обсерватор будут помещать людей, прибывших с других стран и регионов России, без признаков заболеваний, а также тех, у кого домашние условия не позволяют самоизолироваться, например, если человек проживает с поживыми родителями или детьми. В этом корпусе смогут расположиться 67 человек. Если здесь появятся постояльцы, комнаты по несколько раз в день будут дезинфицировать. Дезинфицировать. Обеззаразит абсолютно все, и даже воздух. Для этого в каждой палате стоит так называемый проточный ультрафиолетовый излучатель, через который постоянно циркулирует воздух и тем самым его очищает. Контактировать с самоизолированными медицинский персонал и сотрудники обсерватора будут в индивидуальных средствах защиты. При поступлении в изолятор пациент осматривается, и если у него есть признаки вирусного заболевания, если есть повышение температуры, тогда в изолятор он не попадает, в обсерватор он не попадает. Он тогда направляется в инфекционное отделение. Риски заражения внутри обсерватора минимизированы за счет того, что люди находятся изолированы в этих палатах. Они оттуда не выходят, они ни с кем не пересекаются, соответственно, кроме медицинских работников, находящихся в средствах индивидуальной защиты. Соответственно, вероятность заразиться, находясь в обсерваторе, она сведена практически к нулю. Медики из первой городской больницы, а также студенты пятых курсов сам ГМУ, уже приступили к дежурствам в круглосуточном режиме и готовы принять гостей при необходимости. В случае обострения у них хронических заболеваний подготовили оборудование и медикаменты для оказания неотложной медицинской помощи. У всех постояльцев обсерватора медики будут два раза в день проверять самочувствие. В Дубках есть возможность разместить более 200 человек. При заполненности корпуса на 50% будут открывать следующий. В случае необходимости медицинский персонал готов запустить корпус за два часа. Елена Малютина, Константин Головин. События. В Самаре стартовал дорожно-строительный сезон. В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» первой стала улица Мичурина. А этой ночью дорожники приступили к комплексному ремонту улицы Арцебушевской. Задача на ближайшее время отремонтировать межрельсовое пространство трамвайной линии. Это больше километра от Полевой до Красноармейской. Олег Зверев убедился, что даже работая на улице, по поручению главы Самары Елены Лапушкиной, предприятие строго соблюдает противоэпидемические требования Роспотребнадзора. Межрельсовое полотно на этом участке находилось в аварийном состоянии. И вот настало время его заменить. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сначала верхний слой старого асфальта срезают, затем укладывают щебеночный слой и сверху заливают литой асфальтобетонной смесью. Примерно по такому же принципу, как жидкий пол в квартире. Ремонтируют ночью, чтобы не мешать движению, и одновременно в трех разных местах дорожного участка на улице Арцебушевской. Противоэпидемический режим требует того, чтобы не было скоплений сотрудников. На предприятии соблюдают требования Роспотребнадзора. Это сделано для того, чтобы как можно меньше народу контактировало с друг другом. На одном участке минимальное количество людей, на другом участке минимальное количество людей, чтобы как можно избежать контакта. Раздали средства индивидуальной защиты, раздали антисептики. Обрабатываем вахтовые машины и спецтехнику каждые полтора часа. Старый твердый асфальт быстро дает трещину от стука железных колес. Современный состав смеси позволяет многократно продлить срок эксплуатации дороги. Летая асфальтобетонная смесь пластична, чем традиционные горячие асфальтобетонные смеси. Именно за счет пластичности она находит широкое применение в трамвайных путях. Межрельсовые полотоны Арцебушевской должны сделать до 25 апреля. Комплексный ремонт рассчитан на два года. А вот ремонт улицы Мичурина планируют завершить в этом году. Трамвайные пути в порядок уже привели. Олег Зверев, Максим Гусев, События. В Самаре не будут взымать пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Начислять неустойку специальным постановлением запретило федеральное правительство. Согласно документу, в срок до 1 января 2021 года штрафы пени не будут начислять в случае несвоевременной оплаты или внесения не в полном размере платы за коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Также запрещено ограничивать подачу воды и света за долги. Но все же оплачивать квитанции лучше своевременно. Вместе с тем от дисциплины оплаты коммунальных услуг зависит устойчивость работы предприятий жилищно-коммунального комплекса. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, самарцы могут своевременно оплатить коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Для людей старшего возраста на помощь готовы прийти волонтеры. В Самаре работает городской штаб. Оставить заявку можно по телефону на экране с 8 утра до 8 вечера ежедневно, в том числе и выходные дни. Самарский авиагрегат возобновил работу после обращения к губернатору области Дмитрию Азарову. Предприятие выпускает продукцию по гособоронзаказу и госконтрактам. Чтобы продолжить эту работу, его представители обратились к главе области с просьбой включить авиагрегат в перечень стратегических предприятий. С 6 апреля предприятие вновь приступило к производству продукции. Сейчас на предприятии выполняются только те работы, которые связаны с обеспечением гособоронзаказа и госконтрактов. На смены выходит около 400 человек, около 20 работают удаленно. На предприятии ежедневно проводится дезинфекция, а все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Перед тем, как начать работу, мы приобрели индивидуальные комплекты многоразового использования масок, мы приобрели дезинфицирующие растворы, мы приобрели перчатки для работы. Самарские школьники начали получать продуктовые наборы. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, учащимся, которые ранее получали бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, предоставляются наборы продуктов на период дистанционного обучения. Что входит в набор, узнала Лариса Шлафаст. Молоко, сок, джем и шоколад. В продуктовом наборе недельный запас на одного школьника. Наборы различаются по наполнению. Стоимость от 300 до 1000 рублей для разных льготных категорий. В семье Светланы Кудрявцевой трое сыновей. Дети уже давно на дистанционном обучении, и подарок из школы для них радостное событие. Этот подарок для них, он как бы звоночек. Вот эти сладости, которые дают там все вот это необходимое, их любимое, они вспоминают сразу любимый обед и теплое отношение к школе. И сразу выполняются уроки моментальные. Нам очень приятно, мы очень благодарны. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, продуктовые наборы получают школьники из малообеспеченных и многодетных семей, обучающиеся дистанционно в связи с пандемией коронавируса. В седьмой школе почти 900 детей, которые ранее получали бесплатное питание, и теперь им положены продуктовые наборы. В учебном заведении предприняли все меры безопасности, и родители приходят к определенному времени. Чтобы родителям было комфортно, чтобы здесь долгое время не проводить, мы составили график. График для каждого класса, свое определенное время, и мы открыли два пункта, то есть у нас два входа для родителей. В Самаре уже раздали более 24 тысяч продуктовых наборов, и выдача продолжается. Кто хочет прийти, может прийти сейчас по расписанию. Все получат свои наборы в удобное для вас время. Также мы сейчас остатки первой волны выдаем во вторую волну, ну и потом, когда все снимут, это вообще без проблем. Мы и в школе встретим, и наборы дадим, и всех накормим. Все интересующие вопросы родители могут задать по телефону специальной горячей линии Министерства образования и науки Самарской области. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Инсулин и другие жизненно необходимые лекарства, а также продукты питания. Самарские студенты-добровольцы помогают пенсионерам, которые сейчас вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Как делают добрые дела, увидел наш корреспондент. Так проходит медосмотр самарских волонтеров перед тем, как они повезут пожилым людям лекарства. На выезд не допустят, если температура выше 37. Также всем волонтерам обязательно выдают маски и перчатки, затем они получают маршрутные листы. Он получает маршрутный лист, по которому следует, и заявку, в которой написаны те препараты медицинские, если это лекарство, и список продуктов, которые необходимо купить. Сейчас добровольцам нужно получить в поликлинике инсулин для одной из своих подопечных. Действия врачей и волонтерского штаба скоординированы. Добровольцев всегда сопровождает медсестра. Чтобы пожилые люди не ходили в поликлинику сами и не нарушали режим самоизоляции, терапевты рекомендуют им обращаться за помощью в штаб на горячую линию. Пациентов, которые старше 65 лет, всех обзваниваем, естественно, за сутки, за двое суток. Предупреждаем, чтобы на улицу не выходили. Оставляем номер горячей линии пациентов, которые с возрастом маленько. Стараемся как бы их ограничить. Хочется помогать людям, как это сказать, ощущать социальную ответственность за все происходящее. Встречи с пенсионерами проходят по строгим правилам. Волонтеры соблюдают дистанцию не менее полутора метров. Сегодня они привезли инсулин для Ольги Русановой. Ей он необходим ежедневно. Без этого, да, никак. Поскольку я уже болею почти 30 лет этим заболеванием, быстро все так получилось. Мне обещали, сказали вначале, что принесут лекарства в понедельник. Но принесли вот на следующий день. Вайвер-группа и там разместили объявление о том, что вот есть такая потребность помочь людям. И я откликнулся. Тут либо дома сидеть от дивана до холодильника, либо людям помогать. Вот я выбор сделал. Обратиться за помощью в штаб можно по телефону 8 800 200 34 11. А записаться добровольцем можно на сайте мывместе2020.рф. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. 13 человек умерли, 118 полностью выздоровели. Не просто складывается ситуация в Америке, где сейчас живет наш коллега Алексей Боровских. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу он рассказал, что с сегодняшнего дня карантинные меры там ужесточили. Здравствуйте, коллеги. Карантин в Калифорнии продлен до 1 мая и ужесточен. Если раньше разрешались собрания до 10 родственников и до 6 человек неродственников, то сейчас это категорически запрещено. Чтобы вы понимали цифры распространения пандемии, то в 2009 году, в год распространения свиного гриппа, от него умерло 12 тысяч американцев. Этой цифры коронавирус достиг всего за 2 месяца. Сейчас уже 13 тысяч смертей на счету коронавируса. Губернатор Калифорнии заявил о том, что к середине мая закончатся места в больницах и госпиталях, поэтому спешным порядком за 2 недели один из крупнейших спортивных комплексов Sleep Train Arena в калифорнийской столице переделывается под госпиталь. Это даст дополнительно 400 больничных коек. Для кого война, для кого и мать родна. Те люди, которые не могли пробиться в медицинскую сферу, но имели медицинское образование и опыт, например, из бывшего Советского Союза. Сейчас это их шанс. Губернатор сказал, примем всех и отправим на борьбу с коронавирусом. Все получат работу. Если проблемы с визами, поможем, дескать, и с визами. То же самое наблюдается в некоторых других сферах. Дело в том, что не все американцы живут от зарплаты до зарплаты, хотя их, конечно, большинство таких. У некоторых есть накопление, и они решают, что жизнь дороже и перестают ходить на работу. Для того, чтобы избежать цейтнота, крупные компании, государственные органы продолжают набирать людей. Так что это шанс сделать карьеру, как ни странно. Ужесточается контроль за состоянием здоровья. Например, если вы государственный служащий, введен новый протокол. Вы должны каждый день мерить свою температуру. И при малейших симптомах коронавируса вы не имеете права приходить на работу. Вы должны брать больничный за свой счет. Если это подтвержденный случай коронавируса, тогда государство оплатит его. Самарцам предоставили возможность экстренно эвакуироваться из Америки на частном самолете. Такое предложение появилось в бизнес-профиле деловой авиации в Самаре. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в США и закрытия границ между странами попасть на родину для наших соотечественников становится проблематично. Частный самолет рассчитан на 10 человек. Рейс «Бостон-Самара» запланирован на 18 апреля. Так как эта услуга уже пользуется популярностью, авиационная чартерная компания планирует сделать еще несколько рейсов в другие города России. Все самолеты будут заходить на посадку в Шереметьево, где пассажиры пройдут таможенный и вирусный контроль, а затем они уже полетят к городам назначения. В эти сложные для наших соотечественников времена мы решили, что наш опыт и наша квалификация позволяет в оперативном порядке организовать огромное количество срочных, ранее не запланированных рейсов для эвакуации граждан России, Украины, Белоруссии из мест, где они находились в туристических поездках, по делам, лечениям, либо еще где-то. Далее, коротко о других событиях дня. Автоваз возобновит производство автомобилей с 13 апреля. При этом из-за необходимости выполнения требований Роспотребнадзора, в том числе от соблюдения определенной дистанции между людьми, предприятие будет работать по новым графикам. В частности, изменятся графики работы столовых, детских садов, а также доставки сотрудников на работу и с работы. За время простоя на автовазе были проведены дополнительные уборки и дезинфекции всех помещений. Тестовые поездки дачных автобусов должны начаться во второй половине апреля. Всего будут курсировать 27 маршрутов. С мая должно начаться их регулярное курсирование. Однако в Департаменте транспорта Самары не исключают, что сроки могут сдвинуться из-за эпидемиологической обстановки в регионе. В Самарской области многодетным семьям выдадут ноутбуки. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров. В регионе 162 семьи, воспитывающие 4 и более детей, не имеют дома компьютеров. Понятно, что в период дистанционного обучения это первоочередная необходимость. Из-за коронавируса игрокам крыльев советов урезали зарплату на 40%. Об этом сообщили представители коллектива. В российской премьер-лиге наступил перерыв, который продлится до 31 мая. Игроки и тренеры согласились на значительное понижение зарплат на период самоизоляции, пояснили в крыльях советов. Сейчас подопечная имя Драга Божевича находится на карантине. В Самарской области выявлено три очага бешенства. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора. Первый случай зафиксирован при исследовании мозга лисы, которую нашли мертвой в огороде одного из домов в Шанталинском районе. Также антиген вируса бешенства был обнаружен при исследовании мозга собака, которые принадлежали жителям Алексеевского и Сергеевского районов. Теперь в этих районах будет установлен карантин. Весенний сезон охоты в Самарской области отменили. В регионе больше ста закрепленных охотничьих угодий. В ближайшую субботу, 11 апреля, должно было состояться открытие охоты на уток. Охотники уже готовили свои ружья, но в этом сезоне они им не пригодятся. В адрес губернатора Дмитрия Азарова направлено письмо с просьбой отменить охоту на уток в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Под запрет попала любительская и спортивная охота на боровую, водоплавающую дичь. Куропатки, глухари, рябчики, тетерева, утки. Запрет будет действовать до 4 мая. Самарские охотники понимают, что меры вынуждены. Конечно, охота поохотится, но мы понимаем, что сожидчивая ситуация, это все делает для нас, чтобы было меньше заболевших, чтобы было меньше скоплений людей. И, наверное, поэтому закрывает охоту. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова